Мотор, где мы находимся, рассказывает. А я-то в том-то и делаю. Здравствуйте, мы в гостях. У художника, это концептуальное, можно сказать, проектирование Демидова Владимира Анатольевича. Знаешь, что Владимир Анатольевич, да, а Демидов, вот, концептуальный художник. Да, проектирование. Да, проектирование. Потому что здесь в основном такие концептуальные идеи. Вот, может быть, не то, что какие-то уже мелкие, а какие-то концепты, даже вот по этому строительству. Это все концепция. Это, значит, концепция, значит, организация ВДНХ, создание на территории ВДНХ такого центра. Не сельскохозяйственного, как у нас сейчас, достижения народного хозяйства, а именно международного исторического такого комплекса, где могли бы участвовать разные страны мира. Не только ближнего, значит, зарубежья, это вот эта центральная часть. Но и дальние зарубежья. Нам дружеские страны. Куба, Индия. Что самое интересное, Индия проявляли самый большой интерес к этому делу. Потому что, в принципе, они даже здесь у меня были, говорят, как только вот это дело двинется, мы первые на распределение места и участие в этом проекте. Ну вот, видите. Ну вот, Дружба народов, это ВДНХ, это, в принципе, очень жалко, что сейчас это теряется. Это заложено было Дружба народов. Это самое ядро, сам павильон, не павильон, а фонтан Дружбы народов. Это же ядро, которое все это собирало, все эти павильоны. Другое дело то, что когда именно отошли при Хрущеве от этой темы на Дружбу народов, перешли на промышленность, перешли на индустрию какую-то, и вот эта Дружба народов потерялась. И она вот к чему привело потихонечку. Значит, надо вот обновляться. Сама идея очень-очень интересна. В Дружбе и Мир, правда, надо во все время реализовать. Да, 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 это очень такие мощные такие вещи были, которые у Советского Союза, чем, в принципе, он, наверное, мог иметь свои какие-то интересные позиции в мире. Вот, поэтому вот я думаю, что сейчас это очень актуально может продолжаться. А здесь что? Значит, здесь еще дополнительно показывается, как это выглядеть может с прозрачными такими куполами. Это купола, это не полностью закрытые, это проветриваемая территория, как зонтик. Вот, для того, чтобы тут уже частично что-то соскочило, но оно здесь тоже частично накрывается, потому что уже время, это было с 2007 года, вот этот вот макет построен и вот этот стенд. Значит, здесь еще что можно отметить? Тут есть в этой части павильон Москва. Наш любимый. Во-первых, он очень уникален тем, что по конструкции ему, я думаю, равных нет, потому что он стоит на двух опорах. И вся вот эта крыша и витражи все висит на двух опорах. Это замечало вот. Да, да, ну вот за месте, когда, во-первых, туда заходишь, там он так вот довольно-таки, как самолет, крыло, значит, весь такой шатание. Вот, в принципе, но уникальное сооружение. И поэтому это еще в этих, когда как-то в Монреале было это экспо, потом перевезли его сюда, в Москву, перевезли и поставили здесь. Другое дело, что здесь 69-й павильон, новый 75-й павильон, который новый построили. Здесь еще предложение, которое за собой испытывает такую идею, что объединить надо было при строительстве этого павильона 75-го, да, с 69-м. Вот здесь красные, я и такой, линии нахально, это самое, даже открыто, вот эта часть, значит. И оно же проецируется на вот 39-го года сельскохозяйственную вот эту арку, вход. Конечно, здесь же был вход в первые, значит, времена ВДНХ. Здесь был вход сельскохозяйственной выставкой, потом уже его перенесли сюда, сделали. Здесь вот это, когда объединить 69-й, 75-й, 70-й, плюс Мухину, то получилось бы выставочный комплекс, экспо. То, что сейчас идет, там проходит линия этих... Монорельс. Монорельс, уже не там Цандера, где-то там, это самое... Ну да, там ближайшая, по-моему, где-то Королёв. Нет, и здесь его сделать станцию прямо здесь, на выносе от 70-го павильона сделать вынос. Вот сейчас, правда, уже там пере... Эта идея-то была уже давно, когда еще Мухину только пытались разломать. Вот, поэтому можно было построить как угодно. Поэтому сейчас, может быть, она чуть-чуть стоит вот здесь, вот, в стороне. Вот, ну, тем не менее, вот этот, с этими такими доминантами мощными, это рабочие колхозы, сам по себе 70-й павильон, вот, это как Монорельский, его даже так и называли, кто-то и до сих пор называет Монорельский павильон, Москва. Это получается более 115 тысяч метров квадратных, если здесь сделать такой выставочный комплекс. Вот, потому что, да, вот в самом, в этом павильоне 15 тысяч метров квадратных. Этот павильон 55 тысяч, 69-й там 37 тысяч. Вот, поэтому вот, объединяя их все вместе, переходами, проходами и так далее, значит, оно получается вот этот выставочный комплекс. К чему, конечно, сейчас они что-то пытаются делать, но, опять-таки, непонятно как, даже какие-то цифры называют совершенно неправильные, потому что, в принципе, они говорят, что только будет, к 50 тысячам, вот, устроен их. То есть, расчет будет другой, да, гораздо увеличивающийся. Да, поэтому, перейдем... Это приблизительно, да, как оно может быть, в каком виде это конструктивно перекрыто. Вот, оно, ну, во-первых, мы не потеряем, мы не потеряем вот эту архитектуру, мы ее только усилим и сохраним. Потому что, в принципе, вот эти все павильоны, ну, вот сейчас центральный павильон, вот там идет реставрация, вот, остальные павильоны здесь практически все это дерево. Там каменных, это самое, павильонов очень мало. Вот, практически это все деревянные конструкции и с обеих сторон. Поэтому их, вот, если накрыть, для них это будет только... И только усилит эту их патетику. Такое, знаете, накрытое будет, будет находиться... Ну, в чем-то... Да, интересно. И, причем, ну, как, проветриваем. И все это проветриваем, да. Потому что высота здесь порядка, вот, вот в этом месте, вот, в этом перекрытии 60 метров высота. Ну, до... Значит, потом, что здесь еще... А, мы же там забыли про монорельсы. Сказать, значит, там тоже мы проводим... Не только здесь станция идет, монорельсы, а она еще идет по территории... Да, да, да. Вот всей территории ВДНХ. Скажем так, да, или парка... Международном парке истории дружбы народов. Вот. Там же, получается, вот в этой зеленой зоне, вот, на том макете... Там, на том макете, вот, видно, две этих сам... Да, там... Да, более на 5, видно. Да, там предполагались две... Ну, а может и три, я не знаю. Вот, гостиница, потому что там зона для строительства, возможно, потом, она же имеет свои, будет остановки там иметь, люди сели опять на монорельс и поехали уже по городу. Вот, поэтому... Ну, и вот эта зеленая часть, плюс там зеленая часть и парк, вот этот рядом... Раньше он же Зержинску назывался, сейчас Останкинский парк, да, да. Да, 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 там очень хороший комплекс такой получается. Вот, поэтому зеленые зоны, и такие вот... И даже была мысль гостиниц, зеленых гостиниц развить по Москве. У нас достаточно много таких зон. И дальше мы можем сказать... Вот, как она сама по себе, монорельсовая дорога развивается. Потому что сейчас она, вроде бы, даже, как-то и не развивается, и не имеет развития. И вообще кто-то поговаривает, что вообще ее сломать надо. Зачем она? Зачем она? Да, зачем? Поток, да. Нет, нет, там поток там тоже сейчас более-менее, но все равно говорят слова... Вот, да. Но если мы ее... Вот она, этого ДНХ, эта часть, мы ее развиваем дальше. Сейчас она идет вот до... Это самое... До, 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 до... Тимирязевская. Тимирязевская. Да, 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 да. Вот, Тимирязевская. Здесь Останкин, Тимирязевская. Вот эти, прошли вот эти коротенький путь. Но мы его нужно развить по этих культурным значимым местам. Это Динамо, аэропорт, по вот этим стадионам, по вот этим комплексам, по историческим комплексам. Там далее мы идем вот сюда, до Москва-Сити. Значит, потом захватываем там еще вот выставочный комплекс. Да, есть. Вот, да, 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 да. Выставочный комплекс. Ибо заходим, зайдет в центр Москвы. Красненький, это уже Кремль. Значит, это тут храм Христа Спасителя. И дальше мы уже движемся по вот эти, по здесь, ну, где-то продвинуть, может, как, это уже проектировщики, это приблизительное направление. Самое главное, оно идет уже в Воробьевы горы, Крылатская объединяет. Вот, и по этой, это Воробьевы горы, это университет. Вот, и поехали здесь Кусково, Коломенская и обратно в Измайлово, Преображенская. А тоже своего рода кольцо, только монорельсовое. Да, кольцо, и оно называется внутренняя монорельсовая дорога, золотое кольцо города Москвы. И тем самым мы ей дадим, это самый, определенный интерес. Вот, да, это наших, в честь, это наше, это не только для кого-то, кто приедет к нам в Москву, но и самим, нашим детям, нашим потомкам, что мы имеем. Они могут по ней проводить экскурсии, по этому анализу. Во-первых, она очень достойно имеет такой вид с нее. Да, да, да. Но я на ней каталась много раз, интересно. А, ну вот, есть, да. Очень, прям смотрю. Да, поэтому если ее вот так вот развить по Москве, думаю, очень достаточно, ну, и правильно, и это бы решение. Она еще и дополнительную составляющую транспортную была бы. А, это еще один плюс. Кольцо в город. Да, да. Дальше, что мы имеем? Как бы вот это вот кольцо, такое золотое кольцо. Дальше, значит, развиваем Москву каким образом? Значит, вот существующая МКАД, голубенькая. Вот, она вот имеет 109 километров. Я что вот на этой схеме показываю? Это развинтие Москвы. Значит, это бизнес, скоростная монолейская дорога, бизнес МКАД. Вот она оранжевая пошла. Да, это приблизительно 10, там где-то 12, 15, где-то побольше. В зависимости, да, километров от этой кольцевой. От этой кольцевой. А она дублирует бетонку? Дублер. Значит, она, дубленка, она будет гораздо дальше. А, значит, это еще одно. Это еще, да. Значит, почему, значит, желательно ее так построить? Потому что мы тогда на вот этих всех вылетных магистралях, там, Митровская, Ленинградская, ярославская, все остальные вот эти наши магистрали, которые связывают с нашими областями, регионами. Вот, вот эта вся система, значит, которая работает, ее нельзя ломать. Почему сейчас вот добавили, прибавили Москву, это ломает эту систему. Присоединенная Москва, да, она ломает эту систему. Ее хотели очень жестко сломать, чтобы, типа того, туда им правительство, вынести все властные структуры в присоединенные территории. Ну, я, как говорится, не один год им туда пишу, что этого делать нельзя. Вроде бы уже с правительством успокоились. И это самое, и с президентом тоже. Потому что, значит, президент и Кремль, это символы государства. Они должны быть здесь. Вот. Другое дело, что по вот этим магистралям, там сделаются вот такие условные обозначения, бизнес-сити. Она, типа, Москва-сити, типа, так компактно должно вот здесь вот формироваться. Не расползаться по области, как этого боятся, а формироваться в одном компактном месте. И оно дало бы нам еще, помимо вот этого, такого достаточно компактного решения, но и новый взгляд. Мы будем уже ехать в город, мы будем уже видеть вот это вот, новые строения, новое такое... Ну, и, возможно, они мы могли бы разгрузить немного и центр. Не то, что немного, оно очень сильно разгрузит только как раз центр. Тогда будут выходить из Москвы вот эти все транспортные потоки. Уже будут выходить туда. Из области они тоже будут до этой магистрали заходить, до нее. Вот. Поэтому будет отток, обеспечен отток. Ну, даже вот не надо сильно задумываться, ну, как выходного дня. Разумно, да, да, да. Это мы обеспечим точно вот эту разгрузку города. И нам не нужно будет вот многие какие-то, я даже сказал, как бы решения применять, такие примитивные, как там это самое, где-то какие-то ставить эти запрещающие знаки, парковки и так далее. Это уже смысл обоевать. Оно все уйдет. Оно все туда. И Москва, весь центр будет жилой. С культурными какими-то мероприятиями, с культурными залами, выставочные залы, музыкальные, концертные. Ну, в принципе, это должно быть так. Разумно. Интересно. Что еще здесь, значит, можно сказать, вот здесь, вот в этих транспортных развязках, надо именно в это место догонять метро. Значит, на этом пересечении бизнес-НКАД, вот она желтая, оранжевая. Здесь же будет, значит, скоростная монорельсовая дорога. Выходить, да. Выходить вокруг Москвы. И железные дороги, вокзалы тоже кинуть. Выходят сюда дубликат. Не надо в центры ехать, ребят. Зачем мы пользуемся вот нашими вокзалами? Потому что Москва совсем другую структуру, объемы другие имеют. Здесь вот. И, во-первых, тут уже с этими вокзалами будет связь удобная. И для вот этих всех бизнес-этих центров. И в то же время аэропорты тоже здесь рядом. Тут тоже это все будет завязано в такую, я ее называю, вот железные дороги, аэропорты, единая транспортная система. Вот, которая как бы даст, да, уже посовершен в новом чтении, значит, в этом и в новом восприятии нашей Москвы. И мы совершенно уже по-другому ощутим вот наш... Ну, вы писали, доносили до кого-то свои видения, да? Сейчас это покажу. Тут такая ситуация, вот это кольцо, которое он предлагает, оно ненамного длиннее вот этого кольца. И, соответственно, это расходов на нее, это самое, они будут соизмеримыми с теми расходами, которые сейчас вбухиваются в центр Москвы на влучение вот этих всяких этих магистралей. А с точки зрения обращения к властей, тут такая ситуация, вот как раз Ярослав и говорит, что хорошо бы организовать какой-то медиаповод для развития движения глобальной волны и так далее. Вот, пожалуйста, в чем он заключается, медиаповод. Обращается с хорошими идеями к властям, но власти не слышат, потому что первых лиц блокируют вот эти промежуточные структуры. А если мы при помощи канала, так сказать, будем регулярно освещать вот эту тематику, которую сейчас Володя еще добавит насчет вот этого аппендикса, то если Ярослав еще пройдет, например, к лидерам этого Народного фронта, которые тоже призваны организовать коммуникации между народом и, так сказать, авторами новых и властями, то вот при помощи таких вот передач это действительно можно такое организовать медиаповод в преддверии выборов мэра, потом сейчас новое правительство. Концентрированные вот такие передачи, они, попросту говоря, действительно могут вызвать очень даже хороший, так сказать, этот самый результат. Это сейчас еще один стенд поставить. А, это подставка такая для стендов? Ну, это да, вот тут же... Ну, вот это вообще, мне так это... Так, так хорошо ложится. Тут он говорил, что не надо это разрушать, вот эту, значит, кольцевую структуру, и когда вот тут, у него там есть еще покажут, вот этот комплекс дополнительный, Новая Москва, так у него вот это кольцо, оно вот так... Охватывает аппетит. Да, но причем, да, дело и так, что это тут несколько зон организуется. Ближняя зона, вот здесь переход, дальняя зона там, такой переход. И это, одним словом, восстанавливается вот эта прежняя концепция, вот такой централизованного управления, так сказать, России. И в конечном итоге, то, если уже глобально смотреть, Москва, это как бы центр связи России со всем миром. А вот эти центры, они связывают власть с Россией, вот с этими определенными направлениями. Да, они как бы вот так стягиваются. И самое смешное, что вот это все строить, это же строительство дорог, строительство домов, это все не требует вот этих новейших технологий, правильно? То есть это можно повторить вот эту индустриализацию теми же методами, которые СССР развивался. И получается, что бизнес здесь международный, а здесь такой же бизнес большими темпами, как он был в СССР. А тут очень много народу какого живет? Так называемые самозанятые. Ну, все знаете, тут всякие такие сейчас торговые точки и так далее. И там люди, это самое, в принципе, вот сейчас, если их легализовать, это получилось бы несколько десятков миллионов людей, которые начали бы вот этим всем заниматься. Причем именно чуть ли не на основах самоуправления, вот так по большому счету. И это сразу, значит, решалось бы много проблем, тем более в связи с этими санкциями, когда есть опасения у нас, что бизнес как бы загибается, а тут как раз разобьется вот это и средний класс, и так далее, и так далее. И одним словом, вот я опять же призываю Ярослава, значит, вот задуматься о том, чтобы вот сейчас сконцентрировано вот это все, так сказать, выплеснуть на власти. Потому что все ожидают, что сейчас будет какой-то поворот в нашей экономике. И вот мы это... Мы вот приехали, мы сделали сюжет. Нет, почему хотелось я передать. Регулярно, да, регулярно, чтобы подолбить на мозге. Вот месяц второй, так сказать, это самое. В надежде, что достучиться. У вас пароли доступа есть. Да. Вы можете ноутбук, вот здесь ставить ноутбук. Мы же тебя и пригласили, чтобы это... И не проводить я не могу везде успеть. Нет, никто не говорит. Тут действительно именно сконцентрировать еще один из центров глобальной волны. Да, вполне. У вас пароли доступа есть. Вы увольны. Как вы каналы... Ну, объединить усилия, да. Объединить усилия. Вы можете открывать принятые транспорты. Ну и твое личное участие, Ярослав, тоже необходимо. Ты некий такой... Не отстраняться. Да, маховичок. Я не отстраняюсь. Я приехал для того, чтобы запустить этот процесс. Кошку запустили вперед, чтобы было все очень органично. Потому что все движется. И просто нет, надо сделать в любом случае ряд передач, где более подробно... Сейчас в общей сложности, да, рассказали, видения такие, да, какого-то... Вылетающие тарелки. И это все надо создавать еще, объединять с космопортами. Кстати, Ярослав, тут принципиальный момент. Это хорошо космос, это самые далекие прорывные технологии, и все-таки, но мы сейчас нуждаемся в более приземленных вот этих технологиях. И это если мы их разовьем, если мы запустим вот этот, грубо говоря, что появится средний класс, который занимается этими проблемами, то в этих центрах потом сформируются, так сказать, те же центры научно-технического прогресса, где и проблемы вселенной будут решаться, так сказать, уже и это самое. Но все-таки надо все последовательно делать. И сейчас я говорю, что вот это выдвигается на передний план, как нам обустроить Россию для того, чтобы она действительно стала центром, так сказать, вот этого научно-технического прогресса, который мы все-таки хотим своими силами осуществлять, а не плестись в, как говорится, в хвосте мирового, так сказать, научно-технического прогресса, который немножко не в ту сторону рулит, так сказать. Интересно. Так, переходи туда тогда, переходите туда. Это вообще такое, я первый раз вижу, да, сборная инструкция. Это такие мобильные стенды, они достаточно высовываются. А выглядел он, а выглядел как вот паучок, паучок. Интересно. А это, наверное, везде сейчас компактно, на всех выставках по ходу это используют. Нет, это, думаю, как вам сказать, выставочные стенды, они как бы всегда были здесь и будут. А это такие мобильные установки, то есть для быстрых изморок, это их перевезли куда-то, вот именно какую-то заход можно, какую-то тему поставить. Вот, даже на тех самых же выставочных каких-то площадях их можно довольно-таки, ну, скажем, успешно. Это еще надо умудриться попасть, да. Ну, если чуть повыше, так вообще без трудов, а потом здесь уже все, вижу, уже складывается картинка, что хотите показать? Интересно. Очень-очень интересно и такая прям... Ну, это реальные вещи, которые необходимы. Я же с 16-го улетаю, а ты остаешься. Ну, я еще буду, да. Олег Александрович, можешь созвониться, можешь сюда прийти, сделать какие-то обсуждения, дискуссионные. Можно подумать. Да. Ай-яй-яй. Так, только сюда затянуть кого-то следовательного фронта. Нет. Господи, ну почему? Нет, как раз вроде продолжается. Вот этот, а вот этот оказался основной по насыщенности. Сейчас я думаю, что не хватило направляющей. Нет, так тут даже сама атмосфера настолько уютно, как-то так тепло, но не то, что в физическом плане, а очень тепло. Интересно. Вот где рождаются идеи, Ярослав, да? В таких местах. Тихо, чинно, спокойно. Почему власть не желает слушать? Людей из народа. Больше стараются привлекать каких-то иностранных разработчиков. Когда тут свои кладезь. А знаете, на что я сейчас это Володю хочу подтолкнуть от его агитера, чтобы его увлечь в идею строительства 30-километровой башни космической, с использованием легких газов, чтобы при помощи этой башни выводить, как вот Маск сейчас собирается перелетать при помощи ракет с континента на континент, чтобы на этой башне подняться на высоту порядка 100 километров и потом с космической скоростью там за час куда-нибудь в Америку и так далее. Ой, это интересно. И именно, чтобы он подошел к этой идее, как проектант уже, как это самое. Интересно. Конструктор. И это, опять же говорю, вот сперва развить то, что нам сейчас необходимо для развития России, чтобы пошел научно-технический прогресс и потом уже на этой основе решать, так сказать, все грандиозные проблемы. Посмотрим, что получится. Все прям как это, сборно-разборно, все универсально. Да, ну очень удобно для таких вот вещей, для демонстрации каких-то вот проектов таких. Очень удобно. Конечно, то, что мы на глобальной волне словами только это самое, в принципе, рассказываем, а тут уже можно это достаточно Да, и важно показать. Одно дело, когда ты разговариваешь, объясняешь, а здесь еще и не на формате А4 нарисовано. Ну, кто-то скажет, можно все это и на компьютере показать, и на экране. Конечно, можно. Да можно. И все это не сложно, я бы сказал. Прям так. Вот, здесь даже есть и обращение. Надо спасать Москву. Вот это, Ярослав, можно было бы заснять. Нет, я имею в виду, вот обращение. Что мы делаем с Москвой? Надо спасать Москву. Вот сам текст. Интересно. О. Ну, ничего, это значит, надо как-то... Это самое... Найду и выделю. Давайте. Вот. Опять, да? Ну, вы у нас... Рассказывайте, да. Ну, вот сейчас уже, получается, здесь мы можем наблюдать, вот как вся эта, как бы, идея должна, в принципе, воплотиться в жизнь. И ничего не ломая при этом. Не ломай, начнем с того, вот эту кульцевую структуру, которая, как бы, сложилась уже... Да, спокон уже. Да, спокон веков еще царя, это самое, потому что Москва была центром именно вот из-за вот этой своей структуры кольцевой, вот этого развития, как паутина, вот. И вот сейчас они вот эти, это бетонка, это Большой Московской железной дороги, кольцо, значит, это современная МКАД, а это то, что бизнес МКАД. Вот она с красными точечками. А вот это расширение Москвы, которое сделали, вот, она имеет приблизительно такую форму. Другое дело, что здесь одновременно, ну, давайте начнем дальше к тому, что сама идея, это сегодня приток транспорта, получается, и не только из спальных районов, но из областей СИО в Москву ломятся потоки такие, что просто в осенне не приснилось бы никому страшным. Вот, поэтому здесь идея, как не допускать в Москву в центральную часть освободить от этих потоков, значит, это создать вот новую такую бизнес-зону, бизнес, эти самые застройки там, уже вокруг Москвы, вот. Вот тут как раз они все показаны. Они будут достаточно, я говорил, не говорил еще про вот это компактное развитие этих высотных комплексов. Говорили, да? Да, 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 они видят Москва-Сити, но только Москва-Сити здесь, она никак не приемлема. Это совершенно нонсенс, это совершенно градостроительная ошибка большая, вот, которую еще пытаются как-то реанимировать. Вот, но если мы будем потом использовать это золотое кольцо, оно поможет, конечно, этот самый вот этот и Москва-Сити реанимировать, как-то дополнить ей дополнительную связь с Москвой. И в то же время, значит, мы, что здесь оставляем центр для культурного, научного, здесь опять-таки будут наши школы, тут вот должны подрастать наши все поколения, уже в совершенно более-менее здоровой атмосфере, потому что уже будет меньше транспорта, меньше этих дорог. Сейчас все равно, откуда вы и кто заставляет наши власти, того же самого Сергея Семеновича Свобянина, говорить такие цифры, что Москва получит более 500 километров магистральных дорог в Москве. Это что? Где это? Это тогда, то есть была шнаброй. Но вот он заявляет и не один раз. Понимаете, это 500 километров, значит, увеличится это. Но почему, я даже не могу выговорить эти слова нормально, нельзя такие вещи допускать и нельзя такие вещи. Вообще, значит, говорить, в центре этого делать. Вот. Они пытаются какие-то хорды применять. Зачем? Это огромные деньги сюда тратятся в то же время. Конечно, они наберут при помощи этих каких-то хорд, этих туннелей и тому подобное, эти самые 500 километров, но это огромные затраты. И мы не получат Москва этого самого опослабления транспорта. Никаких. Да, только наполним еще дополнительным притоком транспорта. Все дороги. У нас, вон сколько во дворах стоит машина. Ну, побольше будет ездить. Еще добавится. Поэтому это неизбежно. Надо выносить только, выносить со пределы. Это самые Москвы. И вот тут уже, вот такая идея довольно-таки нахально показана. Будет отток транспорта вот в эту зону. Вот. И приток из областей. Приток из областей. Люди будут пользоваться... Ой, простите, пожалуйста. И опять-таки они будут вот пользоваться вот этими транспортными, этими развязками, где будут сформирована единая транспортная система, как раз именно здесь. Тут будут бизнес-мкат. Метро должно именно сюда, не куда-нибудь, а именно в эти точки переходить. Сейчас кидают Петро так, на БУ. А давай сюда. Кинули туда. Да. Ну, ведь это же серьезная вещь. Это серьезные сотраты. Почему вот такая бездумная какая-то вещь происходит? Вроде делаем много, но это самое бездумное. Все хатично. Хатично. Вот именно. Раньше у Лужкова это была точная застройка. А здесь тоже сейчас мы имеем, у этого, у Собянина тоже точные какие-то решения. Вот. Можно сказать. Они не имеют концептуального развития. Концептуально это можно назвать только присоединенные территории. Но они нам не только портят все. Значит, поэтому здесь что еще в этих транспортных развязках? Метро, скоростная монорельсовая дорога вокруг Москвы. Вот. Дублеры московских вокзалов, плюс еще связь с аэропортами. Тут довольно-таки близко. Плюс высотные эти все комплексы будут иметь вертолетные площадки. И в этой части они уже не залетая в город, могут спокойно еще и на вертолетах летать. С одного аэропорта, другой аэропорт из одного комплекса, в другой комплекс. Можно даже и при помощи вертолетов. Пожалуйста. Вот. И сама по себе магистраль будет отличаться даже от нашей существующей. В ней порядка восьми полос в одном направлении. Центральная как раз часть будет, это монорельсовая дорога, и под ней еще для спецтранспорта такая вот отдельная трасса идет. Для пожарной эти самые, да, общественной какой-то еще дополнительный транспорт. А уже вот эта магистраль, она будет иметь такую восемь полос в одном направлении. То есть это очень такая артерия, которая много в себя вберет и будет как бы рассредоточивать. И не только связь между вот этими комплексами. Это я здесь где-то их поставил так. Они везде могут быть и должны быть. Вот. Комплексы по своим приоритетам, по своим каким-то этим самым областным связям, регионам, связям с регионами, с другими странами. И здесь вот эти будут все регионы иметь свои штаб-квартиры, можно сказать. И иметь связь с этими, с банковскими структурами. Не надо в город ехать, какие-то решить, какие-то вот это. Да, поэтому я, значит, даже здесь я ее назвал. Москва всемирный центр международных экономических взаимоотношений, потому что здесь уже вот можно это построить в этих условиях. Вот как сейчас. И земля позволяет. Да, да. Вот. И земля позволяет, что это, хотя и критикует, что там много всяких застроек построек, ну, дачного типа, наверное. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что, наверное, проще здесь эти вопросы решить, нежели в центре Москвы где-то. Да, поэтому, вот если так вот в двух, вот тут я показал, значит, эти вот, нашу кольцевую систему, которую нельзя ломать, потому что это оборона Москвы, которая, почему это такое было принято решение, расширение вот этой плоской, чтобы сломать нашу оборонную способность Москвы. навредить вот это, да. Да, и вот. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что мы еще встретимся и не раз. И этот, ну, эту тему необходимо, мне кажется, так, более точечно в плане, но более подробно о каждом кольце, о вашем видении, да, очень интересный проект, что касаемо вообще ВДНХ. Да. Такая территория зеленая, чистая, она и способствует развитию. Поэтому не прощаюсь. Не только под каток, а еще и она должна иметь именно вот эту большую идеологию, вот, которая бы связывала людей, которые... Всех наших народностей, не только нашей страны, но и ближайших, и всего мира. И в то же время там как раз, когда это вот приемлемо приезжали из индийского посольства, они говорят, мы, здесь у меня были, я это рассказывал, они говорят, мы первые готовы в этом проекте участвовать. Значит, продолжим наше общение. Да. Все, вам спасибо большое. Все, до встречи. Так, по поводу прямых эфиров. Валерий Александрович все знает, пароли доступа есть. Необходим ноутбук, веб-камера, микрофон. Ну, интернет, наверное, у вас тут есть. Есть. Вот. Валерий Александрович знает, как все запускается. Ну, нет, не совсем-то я знаю эти прямые эфиры. Ну, я хотел помочь. Но смысл в чем, что главное в прямых интернет-эфирах, я 10 лет веду прямые интернет-эфиры, и в прямых интернет-эфирах главное – это рассказчик, это гость. Нужно, чтобы был гость, который ставит компетентные темы, вопросы, чтобы среда могла компетентно. Что у вас еще, все понятно. Еще сейчас я так, вы что, уже убегаете? А чай? Нет. А чай-кофе? Нет, вот это все уже собрались. Ну, давайте тогда… Просто растворируем, за собой все. Хорошо. Ну, вот, значит, давайте еще вам для размышления кинем еще, вот тут вот есть вот такая вот штука, это подземный аэропорт, вот, он тоже у меня и на этих, как называем, на стендах есть, значит… Аплодисменты, что вы обращаетесь. А? Это документация, что обращаетесь. Да, 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 там и Собянин, и президент, и все подозреваем, значит, смысл в чем? Это как раз… А, с той стороны открывается. Значит, взлетно-посадочные полосы тоже могут быть любое количество, как, сколько нужно. Вот в этих вот местах они стоят, самолеты становятся, на этот самый к ним лифты подходят снизу, вот, и все внизу. Сейчас я ее поверну, вот этой стороной. Ага, ничего страшного. Вот. Это гостиница, это что, наверху? Это какая-то структура, там, это самая гора, можно быть, еще что-то. Ага, там, подождите-ка. Так, что, привернулся? Ай-яй-яй. Сказал, сейчас быстро вам покажу, а надо их отвернуть. Правда, пока паузу сделайте. Ага. А, да вышло. я его немножко упаковал чтобы он это самое ну не раз и как бы не повело его да не повело его потому что начинает где-то пересыхать что-то как-то ее чуть-чуть его видео да да и все а где они указаны вы планировали бы значит это принципе предполагался нет это в принципе предполагался краснодарский край где-то там крым даже может даже на севере может для того чтобы вот эти как сейчас наши строить терминалы сверху вот который имеет затраты огромные вот но в то же время когда я смог наблюдал так вот в америке они строятся вот какие средства и какие сложности они при этом испытывают вот эти все наружные аэропорты все эти терминалы значит вот и пришла мысль над живо вот это все просто почему здесь кусочки гор потому что может использовать ландшафт горный вот именно какое-то где-то по засыпали где-то добавили и сейчас ведь не чуть-чуть не рассчитал что вы придете вот она вот что под землей вот что под землей как раз вот мы здесь вот спускается лифты значит зона ожидания до самолета здесь у нас приезжает транспорт заходим в предприродное обслуживание здесь какие-то значит вы свои документы зарегистрируете и уже переходите по артерволатором по всем там еще можно сделать по своему месту каждому самолету выходит свой лифт своя зона ожидания плюс грузовый бой и пассажирский вот поэтому самолет тут же заправляется тут же какое-то обслуживание происходит также там же есть ремонтная зона если что-то таким сцене самолетом произошло значит на ремонтную зону там при помощи такие же уже лифтов грузовых вот в эту в ремонтную зону под его двигатель стали после другой поставили полетели дальше вот здесь это какие-то зеленые тут какие-то вещи вертикальное наслаждение такие бывают над зелень натуральная который живет при помощи вот эти микро орошения микро капельного вот там в принципе там еще метро подъезд значит сообщение или другой какой-то еще дополнительный же дорожный транспорт ну в зависимости от условий где это будет построена да 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 все уже все тайны рассказал это можно спрятать такую базу под вот это вроде бы но она необходима если такая вещь будет оттуда они просто оттуда подаются как вы сказали с авианосца да как с авианосца вот потом нужно рассматривать более подробно так что мы все готовы подробного рассмотрения а это мой это мой сын делает этот самый проект на третьем курсе в колледже это малоэтажное строение она цветном виде это просто бы вот такая поисковая была композицию он там искал значит тоже смысл в чем это такая гостиница прибрежной какой-то звонить авказ там крыма на чем есть у нас такие места он даже нашел на сам картинку такой где невозможно вот ну даже спуститься туда или же это какие-то альпинистские принадлежности нужны или только поэтому а вы их и проезжаешь мимо смотрит больнин какое местечко хорошее вот в таком месте очки ставится вот такого это здание вот тут она имеет там ну давай ему и было 7 этажей ну 7 этажей нужно быть 10 10 здесь еще здесь еще в чем как бы самая большая фишка значит загрузка идет отсюда вот она дорога вот мы попадаем здесь плюс еще лифты для автомобилей и тут каждый каждый номер для жилья имеет свой автомобильная стояночка спустился на машинку пошел покупался поехал куда съездить да как раз у нас уже и нарисовалась несколько таких передач где можно более глубок глубоко посмотреть это он на третьем курсе делал значит а вот этот его тот это дипломный проект это там тоже очень такая мощная знакомство с новыми людьми и все люди интеллектуально очень такие прям ух сила вот тут еще мне поводы нх что она да . непривычно . для мастерской ночи мы здесь уже отошли от тех грязных дел когда тут делали это мозаику когда это самое это тоже все делалось когда-то здесь вот она одна из последних осадков вот она мозаичная мозаика наши космонавты с этими с индийцами который первый космонавты диван вот расскажите тоже просынута значит это дипломный проект значит транспортно-пересадочные усил метро партизанская и мцк измайловская вот она измайлов это да и так это дипломная работа колледж это не института о колледже да и принципе да она среди дипломных работ колледжей москвы он значит занял первое место вот и на также была рассматривалась на зодчестве значит там ему дали лауреата сейчас сейчас он находит сейчас он проходит службу в армии уже летом придет его и уже да да и уже забирают в этот самый в мархи на это продолжение плюс еще ко всему прочему здесь вот предположил вот она сам по себе значит старое здание которую не ничем никак бы не портит никакого ему не накрывает и вот тут вроде бы очень всем мощно накрыто потому что здесь это автостанция и здесь и дальние исследования и ближние значит проработано все да даже до столов и даже вентрир проработан здесь у него два света там этот проработан домкассы все 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 там сделан плодит но это уже мелочи и вертолетная площадка вот а тут много этих самых культурных всяких этих и не только магазинов но и других там и бассейн есть и спортзал и вот в общем такая культурная до зона вот в этом месте вот она здесь у нее как раз показывает как он и вписал что есть на сегодня у нас что мы имеем вот так и вот как бы не это это сама мцк вот она получила вот такой проход но до сей поры и все и дальше уже 2 хаотично все разбегаетесь как хотите вот это все это организовывает это дело вот там тоже у него внутри слова травола тары значит вот эта связь чтобы здесь 500 метров чем-то вот этот промежуток и в то же время вы имеете возможность не только тупо двигаться на пересадку куда-то ну и затем магазин нет отдохнуть парикмахерскую маникюрчик сделать педикюрчик сделать и вот это время вот он да вот это как раз метро он его ничем не закрывает и вот она вот поэтому а вот тут тут перед вот там где показывает там еще монумент ставит партизанам вон здесь предполагает поставить монумент но чтобы опять таки ну партизанской начи надо это дело еще и вот такой акцент сделать интересно тем более там вот это все и на прошу прощения иди к дому проект к окнув дом правительства и совершай сюжет хорошо это пригласили желающих пообсуждать эту тематику может быть свои да пойдемте вид очень вид очень красивый ну про подходите да ко мне тогда я подержу ну в общем на мой взгляд теперь это самое что остается пригласить участников глобальной волны значит может быть кого-то заинтересует эта тематика может быть со своими предложениями с обсуждениями вместо того чтобы писать комментарии порой там непонятно какие вот видео приходите сюда давайте приглашайте кого-то может кто-то там умудрится все таки пригласить и представителей властей того же народного фронта чтобы уже это обсуждение может быть вылилось бы в нечто более конструктивное опять же говорю на носу выбор мэра ну вот сейчас новое правительство формируется так вот надо устанавливать связь там это в народном фронте есть же даже ответственная за связь с населением вот самое место и сюда прийти так ваш телефон можно сейчас сказать что конечно это самое мне ко мне кирославу если этого как вам значит на сотовый 8 903 770 09 90 валерий александрович вы открыты к диалогу к обсуждениям предложениям рассмотрим договариваться конкретные какие там эти сроки это вот думаю вы подойдете там еще другие ярослав поможет с технической стороны организации тех же хотя бы и прямых эфиров или записи так сказать мне